Еще раз, друзья, привет! Хочу рассказать про квартиру, которую я снял на Airbnb. Это лучший вариант, чем любой из хостелов или любой из гостиниц, которые есть на букинге, и дешевле, что мало не важно. В общем, смотрите, оценивайте. Я вам показываю. В общем, мы входим, и у нас вот такая вот одна комната, в которой есть все. У нас здесь шкаф расположен, здесь у нас стол, два стулья, это уже мои вещи лежат. Потом кровать, три полотенца были готовы сразу, и здесь у нас кухня. Вот это именно, почему я выбрал именно это место, потому что здесь есть кухня, это дешево, и это недалеко от центра. В любом из хостелов или в любой гостинице кухни нет, и вам нужно будет тратить много денег на еду. Ну, не много, а больше денег на еду, чем вы можете сами себе приготовить. Я остаюсь в Варшаве на четыре дня, и для меня это самый идеальный вариант. На кухне у нас есть здесь рукомойник, чайник, сахар, там даже оставили... Есть соль, здесь все, что нужно, ножики, ложки, вилки, куча посуды, здесь тоже куча посуды. Также есть сковородки, кастрюля, соль, все, что нужно есть. Плита здесь на две комфорки, она индукционная, готовили очень быстро. Потом здесь есть холодильник маленький, с морозилкой, это отлично. Стиралка. Если вам нужно что-то постирать, это просто супер стиралка. Ну и там мусорное ведро, и там больше такого нечего показывать. И своя собственная ванная комната, конечно же, вот так вот все выглядит. Кстати, привет. Вот так вот все выглядит, и современный душ, шампунь, мыло, туалетная бумага, все, что нужно есть. Современный душ, там с ровным полком получается. Вот так вот. То есть, не знаю, оценивайте, говорите. Как для меня, а я пересмотрел много вариантов, я достаточно долго готовился к этой поездке. Для меня это оказался самый лучший и самый выгодный по цене вариант. Рядом здесь остановка трамваев. Трамваи в Варшаве очень быстрые. Это большой плюс. Куча остановок автобусов. Что еще нужно? И, ну, в принципе, вот такой вот вид из окна. Конечно, это тоже является плюсом, потому что окна выходят во двор. Тишина и спокойствие. Кстати, хочу заметить насчет реставрации зданий. Я уже говорил раньше. Ну, так вот, можете посмотреть. Реставрацию зданий делают не только на наружной стороне здания, а и внутри. Вот, в принципе, во дворе часть здания уже сделана. И делают тут вторую часть. Я так понимаю, дойдут и до этого здания. И будет красивый дом. Вот так вот. Вот, во дворе вот так все выглядит. Стоят машины. Там двор уже другой, насколько я понял. И то уже тоже другой двор. Здесь получается, насколько я понял, внутри вот это большое... Вот это большой двор, разделен он на раз, два, три, три, вот там четыре части. То есть, получается, сюда машины заезжают отдельно, туда отдельно и туда отдельно. Отлично. У кого-то даже вот там есть свой гараж, если кто-то хочет. Вот так в основном автомобили вот так вот стоят у людей. Так, кто-то вот накрывает автомобиль вот так. Впрочем, вот так вот. А, забыл сказать. Беспроводной интернет есть. Стоит роутер. Беспроводной интернет, куча розеток. Все работает, все чисто, все красиво. И все новое. То есть, конечно же, за четыре дня я скажу, как здесь спать с соседями. Тишина или нет. Ну, в принципе, вот такая вот студия. Я не знаю, что большим надо. В принципе, она нужна для того, чтобы прийти покушать, поспать, отдохнуть, сходить в душ. Потому что я приехал сюда не так сидеть дома, как погулять по городу, снять для вас много видеороликов красивых и интересных. Поэтому на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ссылка на эти апартаменты с Airbnb будет под роликом. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok